Дэн 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 Вопрос такой, как называется раса пришельцев-агрессоров, напавших на Землю по сценарию этой игры. Напомню, что услуга пока доступна только для абонентов НТС. Ну а мы продолжаем. Далее в программе «Хиты недели». Дэн Тройку лидеров на этой неделе замыкает конфликт Вьетнам-Вор. Скандальный FPS от Global Star, повествующий о нелегких днях четырех американских солдат, отрезанных от своего подразделения в глубоком тылу неприятеля. Действия игры происходят в 68-м году, во время знаменитой операции Dead Offensive. Пытаясь пробиться к дружественным частям, ваши бойцы должны будут проложить себе путь сквозь смертельные джунгли, таящие в себе немало опасностей. Они не уверены в справедливости Вьетнамской войны, но зато точно знают, что сражаться с витконговцами — их единственный способ уцелеть. Призовое серебро получает ультрасовременный автосимулятор Richard Burns Rally от английских любителей экстремального вождения из SCA. Эта игра поднимает уровень жанра раллийных гонок на новую высоту, раздвигает технологические границы и меняет наши представления о концепции геймплея. Вам придется проявить сочетание тактики и тонкого расчета предвидения непоколебимой уверенности в себе в дополнение к скорости реакции и умению идти на риск. На первой строчке хит-парада, пожалуй, самый ожидаемый психологический сервайвл-хоррор Silent Hill 4 The Room. Перед нами четвертый акт легенды о таинственном Тихом Холме. Расчет прост и гениален, мрачноватый минимализм декораций, вид от первого лица и неочевидное звуковое оформление ввергают в панику, ступор, паранойю и плаустрофобию еще до того, как из темного угла выскочит первый труп. Если вы уже давно хотели записаться на прием к психиатру, но не было подходящего повода, этот шедевр человеческой фантазии поможет вам найти его. Все игры, которые вы видите в нашей программе, можно без труда найти в фирменных отделах компании Gigabyte. Адреса магазинов на ваших экранах. Помимо огромного ассортимента игрушек в отделах Gigabyte, вы также найдете впечатляющий выбор софта, музыки и фильмов на DVD. Ну а далее в программе дебют российско-украинской студии Bestway в тылу врага. Смотрим. Российские игры продолжают пробиваться на международный рынок. Вот уже и такая, не последняя в игровом бизнесе компания, как Codemasters, взялась издать на Западе детище неизвестной доселе северодонецкой команды Bestway, революционный экшн РТС в тылу врага. И, разумеется, взялась не по доброте душевной. Игра выглядит и впрямь многообещающей. Более сюжетных перипетий, отчаянных любителей почетного жанра вновь бросают в самое пекло 42-го года, когда судьба всего человечества в руках, не поверите, Красной Армии. Авторы отдают под командование всего несколько человек, вокруг оживленные союзники и даже местные жители. Уникальная физическая модель и великолепная уровневая интерактивность, полная свобода действия и симуляционное управление скурпулезно детализированными юнитами. Фантастический диапазон стратегических возможностей в 3,5 октавы не оставит равнодушным даже самых отчужденных от стратегии индивидуумов. Такие игры, быть может, и не зарабатывают миллионов, зато двигают жанр РТС к светлому будущему, медленно, наверное, отправляя в кунсткамеру неуместные и нелепые олдскул стратегии на тематику современной военной истории. Обогнав свое время примерно на год, в тылу врага остается с нами всерьез и надолго. Наверное, это успех. Фантастический диапазон 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 Ведь подлые десептиконы тоже грезят могуществом и силой. Ультрасовременный движок, использующий на полную катушку последние достижения современной компьютерной графики, заставит вас поверить в реальность опасности и ощутить азарт баталии, не вставая с дивана. А ошеломляющий выбор энергетического оружия, самого изощренного действия и огромный спектр применения миниконов дадут вам шанс выйти победителем из этой смертельной схватки. Трансформерс — отличный экшен от третьего лица, который подарит немало приятных моментов фанатам этой вселенной и просто счастливым обладателем PlayStation 2. На сегодня это все. До встречи через неделю.